Книга о Белом терроре 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 Имя, фамилия высечены на вышке. Там все участники восстания 1905 года. Ну, видите, записали всех. И большевиков твердокаменных, и тем, кто примыкал к меньшевикам. Для количества. Тогда ведь в 1905-1906-1907 не различали, кто есть кто. А в 1918 году в начале Николай Воронов с большевиками порвал окончательно. Сказал Борчанинову, мне с вашей бандой не по пути. Ну, это после разгона учредительного собрания, очевидно. И вы знаете, Борчанинов, спустя несколько лет, Воронов со своей дочерью Антониной Николаевной на каме встретились. Борчанинов сказал, ты, Воронов, смотри. И в 1938-м уже совсем уже, ну, дряхлого старика Николая Воронова забрали снова в тюрьму, как врага народа. Ну, выгнали спустя несколько дней. Причем, якобы, в камерах места не хватало. Я бы эту версию, честно говоря, даже не видел. Как такое может быть? Но потом на студии телевидения встретил человека, который мне рассказал, что да, у него деда выгнали, что в камерах просто места не хватало, выгоняли стариков, место для молодых. Вот так. А может быть другая версия, что уже дана была команда Ежовский маховик репрессии свернуть. Может быть, дело уже шло к этому, что решили, что уже через всю разошлись. А когда шли из тюрьмы пешком, сгуляя в мотовелику родную, моя тетя Саня, сейчас я покажу ей фотографию, взяла и, несмотря на суровые времена, вот она здесь, вторая слева в верхнем ряду, спросила папка, а в какой тюрьме было лучше? Да, и Николай Ворон сказал, у-у-у, в царской-то тюрьме можно было, не принесли тебе вовремя книги из библиотеки, можно было голодовку объявить, марсельезу спеть, а тут пойди-ка... Простите, великодушно, а тут пойди-ка попой. Вот, вот такие дела. Ну и в дополнение я хочу сказать, что, вот о жестокости, вот это моя родственница Галина и ее отец Михаил Степанович. Так вот, Михаил Степанович был командиром Красной Армии и служил на Дальнем Востоке, и к ней приехал, к ним Каганович выступать перед командирами. Выступил, возвращались втроем два офицера, в том числе Михаил Степанович, в том числе Михаил Степанович и его сослуживец и шофер. Шофер сказал, Каганович-то полусеял. На что Михаил Степанович ответил, Бог награждает мудреца сединой, а плута лысиной. Утром за ней пришли пять лет Магадана. Это еще до 37-го года. До 37-го года. Что было бы в 37-м, страшно подумать. Потом посадили и жену Михаила Степановича. Ну, а вот та маленькая Галя, маленькая Галя, она, пока Михаил Степанович был в Магадане женой, она жила у моей бабушки. А потом, уже став специалистом, закончила ленинградские связи, приезжала в Пень, здесь работала по линии спецсвязи. Ну, Михаил Степанович освободился, запретили ему жить в крупных городах. Жил он до конца дней в своих маленьком городе Гораховце, на Оке. Я приезжал туда к нему совсем маленький, к нему рыбачить. Ну, еще, вы знаете, запомнил страшные такие слова. Я историк по образованию, всегда интересовался историей. Часто бабушку расспрашивала о прошлых временах. Она вспоминала и что-то 905-й год, вспоминала что-то и 909-й год, там, ссылку. Вспоминала и 18-й год. Кстати, она и Колчака встречала, она дочь врага царского режима. Училась в бесплатном гимназии, на соборной площади они встречали Колчака. Вот так. А вот это вот прабабушка, прабабушка, есть ее слов рассказывала? И еще я хочу сказать, что однажды Антонина Николаевна произнесла страшные слова про своего мужа. Она сказала, какое счастье, что Петр Сергеевич умер до 37-го года. Мне это показалось страшным каким-то, чудовищным, но это было так. И вот вы знаете, вот, когда все это я рассказываю, когда все вспоминаю, истории моих родственников, и вот, вы знаете, вот разговоры о страшном царском, кровавом царском режиме, о страшном красном терроре и о белом терроре, вот это нужно знать, это нужно помнить. Какой террор был страшнее, что было страшнее, 18-й год или 37-й, ну и так далее. Вот все, что я хотел сегодня сказать, вспомнить немножко об истории своей семьи, об истории своих предков. Предков. Спасибо, если кому-то было интересно, вдвойне спасибо.